И шум никакого не слышали, ничего не слышали. Вот все было тихо. А как уж получилось, не знаю. Местные жители о том, что в их пятиэтажке произошло убийство, узнали совершенно случайно. Поздно вечером во двор Хрущевки приехало несколько экипажей полиции и спасателей МЧС. Три милиции приехала машина, МЧС еще, как мы не услышим. Решетку снимали. Какую решетку? С окна-то надо было, как зайти в квартиру. Чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось обратиться за помощью спасателей МЧС. Квартира, где находился труп, была закрыта. Человек, убивший молодую женщину, покинул место происшествия. Жители предполагают, что виноват в этом преступлении дважды судимый хозяин квартиры, который уже не раз поднимал на сожительницу руку. Ее же не сегодня, как убили, она, говорит, сутки уж лежала. Там, говорит, кровь застывшая. Что там у нее? Кровь застывшая на полу, там где лечу. Если вот он, наверное, просто сегодня пришел, может подумал, что жилая была. Пришел, наверное, скажет, этот мертвый, там их хоть пьяный, хоть резый, потрезвейший. Со мной, наверное, позвонил. Мы так думаем. Хозяин квартиры, по словам соседей, выгнал своих родителей из дома. Вел разгульный образ жизни и устроил в квартире притон. Женщина часто приходила к нему в гости. Больше о погибшей ничего не известно. Обстоятельства произошедшего установят следователи. Лисонат Ипфальбердаминов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.